В современном искусстве у художника есть все возможности установить со зрителем максимально тесный контакт, втянуть его в диалог. В выставочных залах и на площадках на Западе и в России сегодня можно увидеть совершенно особые представления. Они устроены так, чтобы вызвать у посетителей живые эмоции, неожиданную реакцию и тем самым заставить задуматься о чем-то важном. Степень вовлеченности зрителя в происходящее позволяет ему стать настоящим соучастником в творчестве художника. Автор со своей стороны может поделиться самым сокровенным, рассказать о том, что определяет его жизнь. Спасающий светом именно такой случай. Пришло время для того, чтобы с помощью современного искусства показать красоту православия. Большой зал. В первом большом зале представлены работы современных художников, скульпторов, артистов, которых можно объединить по мировоззренческому критерию. Малый зал один. В центре зала установлены три трона – живое дерево и стол с кубком. По расположению предметов это копия иконы Троица Андрея Рублева. Со спинок каждого из тронов не спадает облачение архангелов. Малый зал два. В зале приглушенный свет. В центре установлена небольшая звонница, на которой играет звонарь. По периметру зала расположена 21 дверь разного размера. Двери стилизованы под разные эпохи. За одной из них выход, за всеми остальными находятся зеркала. В дверях с зеркалами установлены камеры, которые выхватывают выражение лиц зрителей в момент открытия двери. Посетителям предстоит найти выход из этого зала. Возможно, для этого придется перепробовать все двери. Малый зал три. Зал наполнен белым светом. В центре расположен белый светящийся цилиндр, поднимающийся под потолок диаметром около 5 метров. Внутри цилиндра и кибана из белых цветов. На нее сверху бьет луч белого цвета. По полу стелится белый дым холодного оттенка. На расстоянии двух метров от земли, немного под наклоном к зрителям, расположены 12 икон. Во всех трех залах зрителя ждет маленькое открытие. Кто-то услышит себя, кто-то иначе посмотрит на окружающий мир, кто-то задумается о его создателе. Благотворительные терминалы. На входе в большой зал и у выхода из последнего зала расположены платежные терминалы для приема пожертвований на благотворительные цели. Прочие денежные переводы через эти терминалы не осуществляются, переводы не облагаются комиссией. Владельцы терминалов не получают прибыли от их работы. Платой за вход на представление является обязательное перечисление любой суммы денег на любую из указанных в терминале благотворительных целей. Внесение пожертвования при выходе не обязательно, но для желающих там также будут установлены терминалы. Предполагаемые площадки для реализации проекта. Центральный выставочный зал Манеж, Москва. Парк культуры и отдыха имени Горького. Зимние Олимпийские игры Сочи 2014. Национальный центр искусств и культуры имени Жоржа Помпиду, Париж. Выставочный зал Хаворс, Барселона. МОМА, Музей современного искусства Нью-Йорк. Выставочные залы в столицах ЕС, Брюсселе, Страсбурге, Люксембурге.